здравствуйте меня зовут дмитрий власов я преподаватель физики в школе sky smart сегодня я с вами поговорю про ошибки точнее не про ошибки а про погрешность измерения про измерение и про погрешность измерения или мы поговорим про задачу номер 22 из егэ по физике и про те подводные камни на которые можно налететь при решении этой задачи не дай бог конечно вот кто предупрежден тот вооружен итак погрешность задание 22 на егэ по физике начнем с того что поговорим какие бывают измерения измерения бывают либо прямые либо косвенные прямые измерения это измерения которые делаются непосредственно тем прибором который придумали и изготовили для измерения какой-то там причины косвенные измерения это те измерения, которые как бы не измерения, а вычисления но они все равно производятся измерения, измеряем одну величину а вычисляем с помощью формул другую величину, и хотим узнать какая же там будет ошибка и так, про прямые измерения про измерения при помощи приборов у каждого прибора есть своя шкала, нет не у каждого, у некоторых приборов особенно у современных шкалы нет у них есть табло, там цифры электронные, мы говорим, вау электронный прибор, он вообще без ошибок считает, ничего подобного у этого прибора есть инструкция, есть паспорт и в этом паспорте написано, что он на самом деле не идеальный, и вот ищите погрешность там, но такого у нас это единственное, что из того, что мы сейчас говорим, нету на экзамене, всегда есть хотя возможно есть, я думал про такую задачу, но в любом случае, абсолютно точных измерений не бывает, поэтому надо поговорить про эти самые погрешности, как их находить сначала, что такое погрешность погрешность, это неточность возникающая при измерении какой-то величины, погрешность бывает во-первых, абсолютная, это такая погрешность, которая показывает насколько вот истинное значение измеряемой величины отличается от измеренного ну пусть у нас измеряемая величина а, а погрешность какое-то число там δA, δA A маленькая значение тогда физической величины с учетом погрешности записываются следующим образом А маленькая плюс-минус дельта А маленькая, причем А маленькая это число результата измерения, а дельта А маленькая это погрешность этого измерения. Вот мы и говорим, лапать влево, лапать вправо, вот такой плюс-минус какое-то значение. Как настроение? Плюс-минус хорошо. И еще погрешность бывает относительная. Но про относительную погрешность мы не будем сегодня говорить, потому что ее во всяком случае на ЕГЭ еще ни разу не было. Вот и вряд ли будет. Но она очень понятная физикам, ее очень любят говорить. Спрашивают, какой у вас прибор, насколько точный? Говорят, ну точность у нее там 30%. Ну это можете этот прибор взять и куда-нибудь там отнести на свалку. А если говорить, ну погрешность моего прибора там 3%, ну это вообще идеальный прибор, с него пылинки надо сдувать, спиртиком протирать, там тряпочкой и так далее. И беречь. Ну и относительная погрешность. Это погрешность, показывающая, какую долю от измеренного значения составляет абсолютная погрешность. То есть берем абсолютную погрешность и делим на результат измерения, и тогда получаем относительную погрешность. Но если хотите, можете и лучше всего, чаще всего она делается так, умножается на 100 и получается в процентах. И, внимание, начинаются подводные камни. Например, при измерении абсолютной погрешности. Если мы измеряем карандаш длиной 18 см, а погрешность, там у линейки 1 мм цена деления, погрешность составила 0,5 мм, но на целых 0,5 мм. Тогда смотрите, что получается в системе Си. Какой кошмар! Результат измерения будет записан вот таким вот образом. Длина равна 0,1800 плюс-минус 0,5 мм. Что за ужас такой? И зачем лишние нули, спросите? Оказывается, дело в том, что количество цифр после запятой у измеряемой величины, оно должно быть одинаковым и определяется с погрешностью, с абсолютной. И определяется именно по количеству цифр после запятой, именно в погрешности. Поэтому первое, что определяем, все делаем как это справа налево, да? Определяем количество цифр после запятой в погрешности, а уже потом добиваемся такого же значения цифр после запятой в измеряемой величине. Опять подводный камень, внимательно читайте, что и как требуется записать уже в ответе. В ответе с вас попросят написать все слитно, без пробелов, никаких промежутков между измеряемой величиной и погрешностью быть не должно, и плюс-минуса вот этого тоже быть не должно. Все запишется сплошняком, смотрите какой кошмар получится с нашим карандашом. Вместо 0,18,2,0, плюс-минус 5 десятитысячных в бланке ответов надо записать 0,18, потом 3,0, потом 0, потом еще 3,0, потом пятерка. Вообще кошмар. Но надо следить, обязательно посчитать, чтобы лишнюю не написать и нужную не пропустить. Поехали дальше. Прямые измерения. Если у прибора есть шкала, то на ней есть отметки. Черточки, точки, зубцы, сердечки, треугольнички, что угодно. Есть также деление. Деление. Многие не понимают, что такое деление. Говорят, деление штрихи это деление. Нет. Деление это то, на что мы поделили. Взяли кусок пиццы и поделили ее тремя разрезами на 4 деления, на 4 куска. Деление это область шкалы между двумя соседними отметками. То есть вот это пространство. Дальше есть цифры. Это числовые значения для измеряемой, собственно, величины, для которой приборы предназначены. А еще бывают на приборе буквы. Буквы не просто кто-то написал, здесь был Вася, а буквы, которые написали изготовители прибора. Эти буквы обозначают единицу измерения физической величины. Опять подводный камень. Обратите внимание, что единица измерения величины в ответе и на приборе... Стоп! На каком приборе? Вам прибор не дают. Вы на бумаге делаете. Значит, на рисунке. Значит, единица измерения измеряемой величины в ответе и на рисунке на приборе может быть разная. Например, на приборе миллиамперы, а вас просят в системе Си написать в амперах. Поэтому, повторите обязательно, дольные, кратные приставки, они у вас есть всегда на бланке. Имейте в виду, что на бланке они есть, но знаете, где их найти. И какие они там? Это дольные, те, которые увеличивают величину. Нет, уменьшают по долям, в доле. Это мили, микро, нано, пика, фем, тата. А кратные, это во сколько, во сто крат, там, да, во сколько крат больше. Это киломега, гига, ну и так далее. Опять камень подводный. Абсолютная погрешность прямого измерения по умолчанию всегда равна половине цены деления прибора. Так договорились физики. Ну, если не уточняется, у физиков опять все начинаются всякие погрешности. Если не уточняется что-либо, не говорится что-либо другое, тогда либо цена деления, либо половина цены деления. Всегда внимательно читайте текст задания и обращайте внимание, сказали цена деления или половина цена деления. А иногда не пишут ничего. Ну, елки-палки. Ну, если ничего, тогда половина цена деления. По умолчанию половина цена деления. Вроде бы все. А, ну да, кстати, а что такое цена деления? Итак, цена деления это разность значений и величины соответствующих двум соседним отметкам на шкале. Для того, чтобы ее определить, она же там цифр нету. Как посчитать? Откуда взять? Ну, берем две соседние цифры. Два любых соседних численных значения, стоящие рядом с отметками. Вычитаем из большего и меньшего. И смотрим, сколько там было делений или промежутков. Делим эту разность на количество промежутков и получаем ту самую цену деления. А дальше с ней делайте, что хотите. Либо берете половину ее, либо берете целую. Поговорим с вами про прямые измерения. Все теперь понятно, надеюсь. Поговорим про косвенные измерения. Есть такой шикарный метод. Называю метод производных. Действие, которое необходимо выполнить, когда определяете погрешность косвенных измерений при помощи метод производных, это измерить одну величину, вычислить другую. Так, понятно. А второе? А второе? Определить погрешность вычисляемой величины с учетом погрешности измеренной. Вот теперь вообще непонятно. Давайте разбираться. Но для того, чтобы разобраться, надо немножко вспомнить из математики. Небольшое напоминание про функции и про производную. Пусть у равен f от x, некоторая функциональная зависимость, где x переменная, а y значение. Но мы привыкли в математике, x это переменная, y это функция и поехали. Дальше. Производную этой функции в математике пишут y штрих. Но нам удобнее обозначать так, как делают настоящие физики, пишут dy по dx. Не, не надо так dy по dx писать, пишем лучше еще проще. Дельта y делить на дельта x. Тогда можно будет записать, что дельта y делить на дельта x равно g от x. А g от x это некая производная функции f от x. Отсюда дельта y будет равно g от x умножить на дельта x. При этом здесь дельта y это абсолютная погрешность вычисляемой величины, которую хотим найти. А дельта x абсолютная погрешность измеряемой величины. Ну и теперь осталось просто вспомнить про правила нахождения производных. И когда найдете производную, подставите все известные величины, константы, которые там вам даны будут в задаче, значение измеряемой величины, абсолютную погрешность. Не забудьте вот про что. Про следующий подводный камень. Согласно правилам вычислений погрешности, для погрешности вычисляемой величины необходимо оставлять только одну значащую цифру. И вот про это чаще всего и забывают. Допустим, у вас получилась погрешность 0,167. Но цифру надо оставить одну. Первая значащая цифра, цифра, которая не является нулем, это единица. А после нее идет, допустим, шестерка. Если шестерка, тогда ее надо округлить. То есть увеличить, не писать не единицу, а двойку. А если четверка после единицы идет, ну тогда единица оставляется. Это первая значащая цифра. Это все по правилам округления, получаемое как обычно. Вот, в принципе, вот это вся теория. Больше здесь сказать нечего. Надо просто переходить дальше к практике и на практике нареживать. Но про косвенные измерения есть еще один способ косвенных измерений. Это называется метод рядов. Когда мы измеряем какую-нибудь большую величину, целый ряд этих одинаковых маленьких величин, мы не можем измерить маленькую величину. Так, что говорить. Возьмем карандаш и на карандаш намотаем нитку. Наматываем нитку, намотали 100 рядов нитки, измерили ее длину, разделили эту длину на количество этих витков и получили толщину нитки. Вот идея вот такая вот. Этот способ как раз и придуман для измерения размеров по этому малых тел. Особенно, когда цена деления измерительного прибора большей величины измеряемых тел. Или она вот там где-нибудь одна, одно деление, два деления, даже 10 делений, но все равно как-то непонятно. Слишком маленькое тело, мы можем взять несколько таких тел. Вот, там прям точно будет, прям вау, большое значение, которое можно визуально увидеть, разглядеть, все понятно. Вот, не вглядываясь. То есть, чем меньше совершаем ошибку, тем лучше. Поэтому, при измерении здесь рядов, одинаковые тела выстраивают в ряд, измеряют величину ряда. И причем это может быть любая величина, не только длина, это может быть масса, объем там, ну и длина в том числе. Затем, делят полученную величину ряда на количество тел в ряду и получают значение величины тела. При этом, пусть у нас а маленькое, какое-нибудь число, расчетная величина тела. А это, собственно, название той величины, ряда того тел, которое хотим измерить. n количество тел в ряду, а дельта а маленькая, расчетная погрешность, которую хотим получить. А дельта а большое, это погрешность измерения целого ряда тел. Тогда формула для расчета того, что мы хотим получить, будет такая А плюс-минус Дельта А равно дробь, в которой в числителе стоит величина ряда Плюс-минус погрешность измерения величины ряда, деленная на количество тел в ряду Дальше делим почленно и получаем, что расчетная величина тела маленького будет А большое делить на Н А расчетная погрешность величины этого тела будет Дельта А большое делить на Н Все Внимание, здесь камень, абсолютную погрешность измерения ряда обязательно делим на количество тела в ряду И погрешность делим, и саму измеренную величину И здесь есть один нюанс, тоже как бы назовем подводным камнем Когда это косвенное измерение, способ метод ряда наоборот Когда мы измеряем одну величину у двух разных тел И эти тела зависят друг от друга линейно Допустим, мы измеряем падение напряжения у двух проводников, которые соединены последовательно Одно напряжение мы измеряем одним вольтметром, другое другим вольтметром У этого свая погрешность, у этого свая Тогда погрешность, измеренная общей величиной, вычисленной, будет равна сумме вот этих погрешностей Так же как и у производных, производная сумма равна сумме производных Или там измеряем площадь, длина, ширина и тоже погрешность Измеряет там Петя и Вася, у каждого длина шага своя разная, поэтому погрешность разная И общая погрешность площади будет складываться из суммы погрешности вот этих Петей и Васей Ну а теперь осталось попрактиковаться, то есть что уже обещал, наобещал 15 минут вот такой теории погружения Хотелось бы потрогать что-нибудь руками Вот и откуда брать задачи Берите задачи из всех возможных сборников Но я брал из официального сайта FIPI Это особенно задачи, которые в конце Я покажу на них и буду показывать, что у вас ожидает, какие плохие картинки Что с собой брать, какие микроскопы, лупы и так далее Чтобы разглядывать то, что там нарисовано Но в принципе задачи будут все авторские, чтобы никто не говорил, что вот задача из какого-нибудь сборника Нет, это все задачи свои, из своего опыта, проверенные на учениках Вот, то есть все будет хорошо Поехали Самое простое Запишите показания миллиамперметра, считая, что погрешность прямого измерения равной половине цены деления прибора Вот прямое указание Смотрим цену деления Там 10 минус 5 это 5, делить на 25 будет 0,2 И половина этой цены деления 0,2 будет погрешность 0,1 Смотрим 0,1, да И само измерение Там 0,1 Так 1,2, 1,4, 1,6 Да, совершенно верно 1,6 плюс минус 0,1 миллиампер Все, задача на несколько секунд Следующее Снимите показания миллиамперметра, учитывая, что погрешность измерения равна половине цены деления прибора Запишите результат с учетом погрешности Определяем цену деления 10 минус 0,10 делить на 10, 1 Погрешность измерения 1 милливольт Так что там за минус 2, я не знаю Это какая-то Вот это вот, это какая-то мазя Значит, 0,2 это 0,1 цена деления Поэтому 0,5 будет милливольт, будет погрешность И 41 должно быть милливольт Обратите внимание Не 41, а 41,0 Потому что у погрешности одна цифра Погрешность измерения равна цене деления прибора Определите температуру, которую показывает термометр в сауне Тоже задача с подвохом Смотрите Цена деления здесь вообще элементарно определяется 10 минус 0 делить на 10, она равна 1 градусу 1 градус Цельсия это цена деления И сказали, что погрешность тоже равна цене То есть плюс-минус 1 градус Цельсия Цена деления определить А цена деления здесь не 0,5 Это я перестарался Плюс-минус 0,1 Ну пусть, ладно Пусть будет здесь как будто бы половина цена деления Но все равно Вот там показания 20 2 или 23 Что брать в этом случае? Ну я рекомендую, берите большее значение Вот И если уж действительно такое попадает То там на самом деле будет И 22, и 23 в качестве правильных ответов Ну а здесь вот Если следовать половине цена деления То 0,5 и плюс-минус И там тоже одна цифра после запятой Определите объем жидкости в мензурке С учетом погрешности Смотрим 100 минус 50 и делить на Это будет 50 Делить на 10 Это будет 5 Значит это 5 цена деления Значит плюс-минус 2,5 2,5 миллилитра Ну и 100 с 1,0 после запятой 100,0 плюс-минус 2,5 При измерении объема тела Его погрузили в мензурку Смотрите рисунок Погрешность измерения Объема при помощи данной мензурки Равна ее цене деления Определите с учетом погрешности Объем тела Смотрим цену деления 40 минус 50 делить на Это будет 10 10 делить на 5 это 2 2 миллилитра это цена Погрешность равна цене То есть плюс-минус А просят в литрах 2 миллилитра То есть 2 на 10 минус 3 Это тысячных Две тысячных литра Хорошо Смотрим дальше До погружения было 30 миллилитров После погружения Стало 46 46 минус 30 Будет 16 Значит это будет 16 тысячных Тоже 3 цифры После запятой Ну все по-честному Все просто 2 резистора Сопротивление 80 Плюс-минус 3 То есть сразу занос С абсолютной погрешностью Ом И 130 Плюс-минус 4 Ом соединены последовательно Вот как мы про напряжение говорили Мы здесь говорили А здесь сопротивление Вычислите эффективное сопротивление Этого соединения резисторов С учетом погрешности Ну метода рядов Как бы наоборот Общее сопротивление Равно сумме сопротивления То есть оно будет равно 80 плюс 130 Это 210 Ом Ну и погрешности Будет равна Сумма погрешности Это 7 Ом Итак 7 Ом После запятой нет ничего Все отлично Все нормально Все ровно Дальше задача Внешний диаметр колеса Измерял Петя При помощи линейки С ценой деления 1 сантиметр А внутренний диаметр колеса Измерял Ваня Используя свою линейку С ценой деления 1,4 сантиметра Показания сделаны Петей Равны 55 сантиметров А у Вани 21 сантиметр Определись С учетом погрешности Измерения Считая погрешностью Половину Цены деления Разность Внешнего И внутреннего Диаметров колеса Поехали Опять таки Метод рядов наоборот Разность диаметров Будет равна 55 минус 21 Это будет 24 сантиметра Все правильно А погрешности В одном случае 0,5 А в другом 0,7 И общая погрешность Будет равна Сумме погрешности 1,2 сантиметра Сначала записываем Погрешность 1,2 А потом Записываем Основное Измерение 24 Но Одну цифру После запятой Надо иметь То есть там 0 Оба Не 24 Написано 3 Это ошибка Здесь не 34 А 24 Следующее Сопротивление В цепи Постоянного тока Определяется По формуле R равно U Делить на I Сопротивление Резистора Было Определено С помощью Электронного Омметра И было Те простые задачи Закончились Переходим На новый уровень Это будет Как раз Расчетная Погрешность Косвенное Измерение Итак С помощью Электронного Омметра Было Посчитано 2023 А дальше 2205 09 45 Кошмар Напряжение В цепи Постоянного Тока Равно 12 вольт Поставщик Гарантирует 12 вольт Есть А силу Тока Определили С помощью Миллиамперметра Вот он Миллиамперметр Считая погрешность Миллиамперметра Равной Половине Ценоделения Определите Сопротивление Резистора С учетом Погрешности Мы смотрим Цена деления У Миллиамперметра Дельта Ай Вот это Равно 1 Миллиампер 100 Минус 80 Абсолютная Погрешность Цена деления Как раз Равна 2 Миллиампера А Погрешность Равна 1 Миллиампер Или 1 На 10 Минус 3 Ампера Дальше Формула Р Равно У Делить На Ай Производную Конечно Цена будет Минус Единица Делить На И В Квадрате А у нас Нас интересует Собственно Абсолютное Значение Поэтому я так Написал Модуль Имейте ввиду Потом Это модуль Можно Не писать Итак Дельта Р На Дельта Ай Это будет У деленное На 2 Ай Квадрат Теперь Дельта Р Отсюда Будет Равно Дельта У Умножить На Дельта Ай И делить На Ну мы умножаем Левую и правую Часть На Дельта И делить На Ай В Квадрате Подставляем Численные Значения И получаем 1,2 Но это 1,2 А нам Надо Одну Значущую Цифру То есть 1 Поэтому И получается Что в Погрешности Будет Р Равно 2023 Оставляем До Целого Числа У Точного Посчитанного С помощью Электронного Омметра Плюс Минус 1 Ом 1 Ом Делить 2023 Все Следующая Знача Страна Идеального Куба Равна А Плюс Минус Дельта А Равная 10 Плюс Минус 0,1 Сантиметра Но уже Написано Некорректно То есть Неправильно С точки Зрения Ответа Но это же Не ответ Это условие Диагональ Куба Определяется По формуле Д равно Корень Кубический Из 3 А Квадрат Ну А корней Из 3 По 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 Запишите Значение Диагонали Куба С учетом Погрешности Поехали Итак Есть формула Записываем Как бы Производную Дельта Д на Дельта А Будет Равно Корень Из 3 Тогда Дельта Д Будет Равно Корень Из 3 Умножить На Дельта А Подставляем Значение Дельта А У нас 0,1 Сантиметра Или Это Одна Тысячная Метра Умножить На Корень Из 3 Получаем Такое Число 0,00 1732 Но Нам Надо Оставлять Эта Расчетная Погрешность Одну Значащую Цифру То есть Цифру 1 Но Там После нее Идет 7 Вот Тот Самый Случай Когда Надо Округлить И Получится 2000 Метра И Записываем Сначала Погрешности 2000 Метра Потом 00 100 Сколько Там Получилось 0 173 Это Значение Нам 10 Может На Кольни Стрих Так Ладно ДТД Посчитали А ДТД Ну и Посчитали Посчитайте 0 173 Получится Как раз Это Корень Из 3 Делить На 10 Сначала Записывается Погрешность Определяем Что цифра 3 После Запятой И Значение Измерим И Следующий Период Колебаний Пружинного Маятника Определяется По Формуле Т равно 2П Корень Из М Делить На К Масса Груза Маятника Определена При помощи Весов С точностью 1 Грамм И Составляет 100 Грамм То есть 100 Плюс Минус 1 Жесткость Пружины Надо Принять Равной 40 Ньютон На Метру То есть Ее Такую Продали У нее Это Паспортные Данные Мы Не Подвергаем Сомнению Как Дали Так И Дали Определите Период Колебаний Этого Маятника С учетом Погрешности Записываем Формулу Т равно 2П Корень Из М На К Запишем Чтобы Не Забыть К Равного 40 Ньютон На Метр Запишем Массу 100 Грамм Плюс Минус 1 Грамм Или В килограммах 0,1 Плюс Минус 1 Сотая Килограмма А Теперь Считаем Как бы Производную Дельта Т На Дельта М Будет Равно Это Будет Корень Единицы Делить На Два Корня Умножить На Подкоренное Выражение 2П Делить На Корень СК И умножить На Единицы Делить На 2 Корень Из М Все Теперь Умножаем Левую Правую Часть На Дельта И Получаем Что Дельта Т Равно Там Двойки Сократились И Получилось П Дельта М Делить На Корень Из М К Подставляем Численные Значения И Получаем 0,0 157 Округляем До Первой Значащей Цифры У нас 1 А дальше 5 После Нью То 0,02 По Моему Ошибка Да Тоже Лишний Лишний Нолик Вот Здесь Нет Мне Прощения Хотел Выверить Вот Так Много Задач Так Надо Здесь Такое Отпускать Непозволительно Где Где То Здесь Есть Инструмент Чтобы Можно Было Вот Вот Это Лишнее Так Здесь Вот Так Получилось И Здесь Тоже Вот Получается Что Вот Это Лишнее Вот Это Лишнее И Нам Надо Тогда Здесь Оставить Вот Эту Тоже Убрать Она Тоже Лишняя Так И Здесь Подправляем В ответе То Ошибки Они Всегда Бывают Не Надо Стесняться Их Допускать И Не Не Надо Стесняться И Лучше Их Потом Не Допускать Вот Все Теперь Теперь Идеально Допускать 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 Запишите Запишите Среднюю Скорость Автомобиля С Учетом Погрешности В метрах В секунду Итак Записываем Формулу V равно S на T Отсюда Дельта V По Дельта S Производная Это будет Единица На T Умножаем На Дельта S А кстати S у нас Будет Равно 48 В метрах 48 3 Км Это 48 300 Метров Плюс Минус 100 Метров Дальше Тогда Дельта V Будет Равно Дельта S На Т Это 100 Дельта S у нас 100 Метров А Время 1203 Секунда То есть 0,08 Метров Секунду Это Погрешность Погрешность Скорости Две цифры После запятой Вот Ну а Сама Скорость Это 48 300 Делить На 1203 Это 40 И Две цифры После запятой Оставляем 40 Запятая 15 Плюс Минус 0,08 Сначала Погрешность А потом Численное Значение Следующая Задача Радиус Идеальной Металлической Сферы Определили При помощи Штангенциркуля R Равно 2,50 Плюс Минус 2,00 Сантиметра Используя Формулу Определите С помощью С учетом Погрешности Объем Сферы Формула Сферы V Равно 4,3 Пи Р Куб Итак V равна 4,3 Пи Р Куб А это Первая Цифра Единица То есть А так После нее Пятерка То есть Приблизительно 2 сантиметра В кубе Итак Погрешность 2 Плюс Минус 2 сантиметра В кубе А само Значение 4,3 Пи Умножить На 2,5 В кубе Получается 65 65 Плюс Минус 2 Вот такая Красивая Простая Задачка Большой Любитель Миндальных Орешков Дима Это я Купил 11 орешков И решил Поперечного Диаметра Этих орешков С учетом Погрешности Измерений Какой Результат Был Получен Вот тоже Пользуюсь Методом Рядов Ну потому что Не видно Сколько там Этих самых Миллиметров Вроде Один А другой Берут А вообще 0,8 Получается Возьмем Методом Рядов И так Усредним Воспользуемся Приведенным Рисунком n равно 11 L плюс Дельта Равно 116 Плюс Минус 0,5 D будет равно L плюс Минус Дельта L Делить На N Или Почленно L на N Плюс Минус Дельта L на N Итого 10,55 Плюс Минус 0,05 Миллиметров Все Задача решена Длина горошин Выложенных В ряд Равна 70 Миллиметров Количество Горошина Равно 10 Штук Смотрите Рисунок Запишите С учетом Погрешности Чему Равен Диаметр Одной Горошина Вон Там 70 Итак N Равно 10 L Плюс Дельта Л Равно 70 Запятая 0 Плюс Минус 0 5 Делим На N L Плюс Минус Дельта Л Деленая На N Получается L Деленая На L Плюс Минус Дельта Итого 7 Погрешность Получается 0,05 Делим На 10 Получается 0,05 Две Цифры После Запятой Значит И у Измеряемой Величиной Должно Быть Две Цифры После Запятой А там Семерка Стоит Целое Число Ну Значит Мы Оставим 7,00 Дальше Чтобы оценить С какой Скоростью Упадет На Землю Мяч С Балкона Шестого Этажа Используем Для Вычисления На Калькуляторе Формулу V Равно Корень Из 2 Ж По Приблизительной Оценке Балкон На Высоте 16 Ну Плюс Минус Один Метр На Земле Калькулятор Показывает На Экране Число 18 Запятая 2 3 0 8 5 7 Посмотрите Какая разница Там 16 Здесь 18 Ну Так Или Иначе Мы будем Брать 18 Но Погрешность Брать Вон Ту Плюс Минус 1 У Измеряем Чему Равна С учетом Погрешности Оценки Высоты Балкона Скорость Мяча При Падении На То есть Производная По H Будет Как будто Х Под Корнем 1 Делить На 2 Х А там Будет 2 Ж Еще Вылезет Из Корнем Итак Дельта В Делить На Дельта H Равно 2 Ж Делить На 2 Корни Из 2 Ж Двойки Сократились И получается Корень Из Мы Внесем Под Знак Корня Ж И Сократим Его Получится Корень Из Ж Делить На 2 H Умножаем На Дельта H Левой Правой Части Получаем Значение Абсолютной Погрешности Скорости Дельта В Равно Корень Из Ж Делить На 2 H Умноженный Корень На Дельта H Подставляем Численное Значение Получается 0,6 А У нас Что Скорость Равна 18,2 То что Показал Калькулятор Мы Оставляем Теперь Одну Нам Понятно Сколько Цифр Оставляем В Погрешности Изменения Скорости Одна Цифра После Цепятой 0,6 И Здесь Тоже Оставляем Одну Цифру После Цепятой 18,2 Задача Решена Следующее На Весах Взвесили Вместе 15 Одинаковых Пачек Творога Показания Весов Оказались Равными 2,79 Кг Погрешность Изменения Составила 30 Грамм Чему Равна Масса Одной Пачки Творога С учетом Погрешности Изменения Итак Метод рядов N Равно 15 Масса Видите Не длина А масса В ряду Масса N Пачек Равна 2,79 Кг Погрешность Изменения Масса 0,03 Кг М Одной Пачки М Маленькая Будет Равно Масса 15 Пачек Плюс Минус Погрешность Изменения 15 Пачек Делить На 15 Штук То есть M N Делить На N Плюс Дельта M N Делить На N Итого Получается У погрешности 0,02 То есть 3 CF Репосты Запятой И В массе Одной Пачки Можем Исписать 0,186 Следующий Экспериментальный Прибор Для измерения Ускорения Свободного Падения Дает Абсолютную Погрешность 0,05 На Секунду Прибор Собираются Отправить На Меркурий Где Ускорение Свободного Падения Равно По Справочным Данам 3,72 М На С М На М Запишите Значение Ускорения Свободного Падения Меркурия С Учетом Погрешности Которая Будет Сделана Этим Прибором Смотрите Этот прибор Он Во второй Цифре Он Может Дать Только 3,72 Он Не Может Измерить Только 3,7 Вот Это Задача На Которую Остановиться Так Подумайте Посмотреть Да Действительно Он Не Может Посчитать Двойку У Погрешность 0,05 Поэтому 0,02 Он Никак Не Может Незаводить 0,03 Он Может Дать Только Либо 5 Либо 0 Вот Но Мы Округляем По Пятеркам Получается Что Мы Округляем До 3,7 Потому что Двойка Даже Меньше Чем 5 Аналогично Значит Экспериментальный Прибор Для Измерения Ускорения Свободного Падения Дает Абсолютную Погрешность 0,05 На Секунду Прибора Собираются Отправить На Венеру Кстати Вот Та Задача Была Это Из Реального Экзамена Похожая Была Ее Очень Много Не Решили Кстати Потому Что Мы Не Оценили Прибор Собираются Отправить На Венеру Где Ускорение Свободного Падения 8,87 Метов На Секунду В квадрате Запишите Значение Ускорения Свободного Падения Венера С учетом Погрешности Которая Будет Сделана Этим Прибором Вау Оно Округлит В большую Сторону Теперь Не Семерку А Вместо Этой Семерки 0 Запишет И 8 В десятых Величит 8,9 Десятых И еще Один Ноль Потому что Цифра После Запятой Еще Две Здесь Мало Того Что Правильно Сообразить Надо Правильно Записать Поэтому Шаблон С каждым Разом В ЕГЭ Пытаются Отойти От шаблонов От шаблонных Решений Шаблонность Здесь Должна Сохраняться В записи Это Должно Быть Выработано Быть До Ночи Разбуди И Напишешь Сразу Следующая Задача Относительная Погрешность Измерения Площади 320 М2 Составляет 0,03 Запишите Значение Площади С учетом Абсолютной Погрешности Так Это Бракованная Задача А Ну не Не бракованная Она сразу С решением Дельта С Будет Равно 320 Вот она Относительная Погрешность Это Явный Пример Того Что Чего не Будет На этом Самом На экзамене У нас Есть Измеренное Значение 320 И Абсолютная Погрешность 3% Умножаем Или 3 сотых Умножаем 320 На 3 сотых И получаем Абсолютную Погрешность Площади Это 9,6 М2 Но Но Поскольку До Одной Значей Цифры До 1 Это 9 И Округляя Ее Получаем 10 М2 Итого 320 Плюс Минус 10 М2 Все Задача По честному Решена Обсудили Если Встретится Абсолютно Относительная Погрешность То Скорее всего Только Так А Теперь Начинаются Задачи Которые Прям Вот Непосредственно С Официальных Бланков Сайтов Ипи Это Демо Варианты Разных Лет Предыдущих Что Здесь Какие Особенности Обязательно Прибор Будет Какой Нибудь Ужасно Вообще Очень Вот Здесь Я его Увеличил Раз В 20 Наверное А так Он Будет Маленький Попробуйте Разглядеть Что Там Вы Смотрите На Прибор А Потом Кто Соображает А Сделана Выноска Круглая И На Этой Круглой Выноске На Сам Деле Там Вот То Что Там Нужно Измерить Извините Сейчас То Что Надо Снять Показания То Мы 5 Минус 4 Делаем Получается 1 И делим На Количество Деления Между ними Это 5 0,2 И Половина Цена Деления Плюс Минус 0,1 Будет Плюс Минус 0,1 Вольт Да Действительно И Показания 4,2 4,4 4,4 И 6 Она Ближе Чем Ближе К 4,6 Даже Если Посередине Было Я бы Говорил Что Берите Большую Итак 4,6 Плюс Минус 0,1 Вольт Следующая Задача Ну Тоже Из Официального Бланка Такая Бывшая Задача Определите Показания Амперметра Считая Погрешность Прямого Измерения Силы Тока Равной Цене Деления Амперметра Определяем Цену Деления 0,4 Минус 0,2 Это Будет 0,2 0,2 Делить На 10 Будет 0,0,2 Ну И Показания 0,2 0 Плюс Минус 0,0,1 А Я Написал Здесь Равной Цене Деления А Сам Сам Тоже Совершил Ошибку Ужасную Да Здесь Должна Быть Двойка В таком объеме задачи за короткий срок запутаться было не сложно Чему равна сила тока в лампочке смотрите рисунок Если погрешность прямого измерения силы тока амперметра на пределе измерения 3 ампера равна 0,15 А на пределе измерения 0,6 равна 0,03 ампера А теперь смотрите вот это очень часто встречающаяся задача Здесь клеммы которые внизу вот она подключение подключение идет к 0,6 Вот здесь 0 а здесь 0,6 вот на это обратите внимание Тогда вот здесь по вот этой шкале нигде 3 вот это вот это вот 3 соответственно вот этой шкале А нам надо на 0,6 И так по нижней части шкалы то есть вот по вот этим вот цифрам смотрим цену деления определяем и определяем значение 0,4 минус 0,2 это будет 0,2 и делить на 10 будет 0,0,2 Не говорится про то что цена или половина цены поэтому будет плюс минус 0,1 0,0,1 и там 0,28 То есть одна цифра после запятой 0,22, 24, 26, 28 0,0,28 две цифры после запятой и 0,01 То же самое смотрите Подключение здесь к 3 вольтам поэтому по вот этой нижней шкале идет То есть вот здесь вот 2,2 да По погрешной цена деления 0,1 По погрешной будет по шкале 3 вольт равна плюс минус 0,15 Поэтому мы записываем плюс минус 0,15 А там две цифры после запятой 2,20 Вот погрешной здесь сказали Мы не выдумываем ее Мы ее берем вот здесь вот из условия Вот она Определите напряжение лампочки Смотрите рисунок Ну где сейчас лампочку увидеть Вообще лампочка вот она Подключена опять к 3 вольтам И вот здесь вот 0 То есть опять таки Идем по вот здесь вот нижней шкале Вот по этой То есть вот тут Погрешность прямого измерения напряжения Равна цене деления вольтметра Цена деления будет 0,1 Или 0,2 2,1, 2,2,2,3,2,4,2,5,2,6,2,7,2,2,2,2,0,1 Тогда здесь опять ошибка Вот здесь 0,1 Но все равно цифра после запятой Одна цифра после запятой И там 2,1,2,2,2 Все правильно 2,2 плюс минус 0,1 Ну ошибки исправляем по ходу Простите Следующий Определите силу тока в лампочке Смотрите рисунок Если погрешность прямого измерения Сила тока равна цене деления амперметра Здесь подключение вот к 3 амперам Это по вот этой шкале По верхней ее части 0,1 Здесь одна цена деления 0,1 Погрешность прямого измерения равна цене деления Вот 0,1 здесь и указан Все по-честному 0,1 А вот здесь вот неправда 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 0,6 Вот здесь И здесь должно быть тоже 0,6 Так всегда интереснее когда задачи вжимую Определите напряжение на лампочке Смотрите рисунок Если абсолютная погрешность прямого измерения Напряжение равна цене деления вольтметра Смотрим на подключение Здесь к 6 Клеме 6 вольт Поэтому это верхняя шкала 2,6 Здесь Вот этой вот По верхней части идем 2,4 4 минус 2 это 2 Деление между ними 10 Цена деления 0,2 Погрешность будет равна Плюс-минус 0,2 Вот А здесь 2,2 2,4 2,6 2,8 3,3,2 3,4 Это не там Да 3,4 Плюс-минус 0,2 При определении плотности вещества Массы исследуемого образца Определили на очень точных весах Она составила 90 грамм Объем образца был измерен С использованием мензурки Погрешность измерения объема Принять равной цене деления Смотрим 50 минус 40 Делить на 10 Это будет 1 миллиметр Миллилитр 1 миллилитр Погрешность прибора Погрешность измерения объема Принять равной цене деления Так Было 32 Вот здесь Стало 42 Значит 10 миллилитров Плюс-минус 1 миллилитр Это объем Масса равна 90 Объем 10 Плюс-минус 1 миллилитр Ру равно М делить на В Дельта Ру По В Это по модулю Будет М делить на В в квадрате Умножаем на Дельта В И получаем Дельта Ру равно М делить на В в квадрате Умножить на Дельта В Подставляем значение М 90 В в квадрате Это будет 100 Дельта В единица Итого получается 0,9 Это Погрешность Абсолютная У плотности Плотность равна 9 и 0 Плюс-минус 0,9 Погрешность С одной Одна цифра после запятой Значит и в плотности Тоже Надо сделать 0,1 Одну цифру После запятой Ну вот здесь Это задача Придуманная мной Поэтому я ее Не написал в ответе В какой единице Измерения Что в граммах На сантиметр В кубе И Такой задачи Не будет От слова Никогда Такого полноцвета Вы не увидите На ЕГЭ Потому что Печатают все На принтерах Черно-белых Верхняя шкала Барометра Барометра Анироида Проградуирована В миллиметрах Ртутного столба А нижняя В гектопаскалях Это можно посмотреть Вот здесь Вот внизу На Этом самом Вот они Гектопаскали H Па А здесь ММ Гидраргером Миллиметр Ртутного столба Считая погрешность Измерения Равная половине Цена деления прибора Определите С учетом погрешности Атмосферного давления В миллиметрах Ртутного столба То есть 0 0,5 миллиметра Ртутного столба Смотрим По миллиметрам Ртутного столба Вот допустим 780 И 790 Разница между ними 10 Деление между ними 10 То есть Погрешность Будет Плюс-минус 0 А Это цена деления 0,1 Значит Цена деления 1 780 Цена деления 1 Миллиметр Ртутного столба А погрешность Будет Плюс-минус 0,5 Миллиметра Ртутного столба Вот так она и есть И здесь 770 Вот она Стрелка идет Черная А у меня даже остался Курсор Это указатели Мыши В виде руки Когда фотографировал С экрана 700 На одной делении Меньше 769 Запятая 0 А дальше 0 Запятая Миллиметр Ртутного столба На этом Можно Подводить Итог Так Я пропал За занавесом Случайно Все На этом Можно Подводить Итог Что С погрешностями Разобрались И даже Научились Ошибки У самих Себя То есть У меня Находить Вот Есть И заметите Еще Какими Какие-нибудь Ошибки Кидайте И будем Исправлять Вот А вообще Смотрите По поводу Ошибок В самих Задачах В самих Задачах На самом деле В самом Экзамене Ошибок Не будет Там Задачи Выверяются До состояния Прям Идеальное Сверкает Сияет Вот А здесь В процессе Решения Да Ошибки Это хороший Хороший Способ Себя Натренировать Посмотреть А Я не Показал Что здесь Есть Так По поводу Задача И прочего Все Так Все На этом Мы заканчиваем Мы поговорили Про то Какие Бывают Ошибки Какие Способы Измерения Определения Этих Ошибок Какие Погрешности Бывают Как эти Погрешности Записывать Какие Бывают Измерения И Как Измерения Их Определять Косвенные И Прямые На этом На сегодня Все Спасибо За внимание Заходите К нам Еще Смотрите Наше Видео До свидания Удачи Пока Субтитры Продолжение следует...